Еще одна ростовская пара, Гмызина-Лобанов. Когда-то на чемпионате страны выступало 24 пары. Ну вот такие сейчас наборы, фигурное катание, что я думаю, что пройдет 5-6 лет. И опять в нашем спорте будет. Много людей, из которых можно будет выбирать. КОНЕЦ КОНЕЦ Ольга Гмызина, Иван Лобанов. Ну хорошо, а вот 9 человек, которые принимают участие, это что же у нас получается, вообще нет что ли танцевальных пар? Ну пустили бы детей на чемпионат России или так не делается? Так не делается, у них совершенно другая программа, у детей. У юниоров совсем другие обязательные танцы. У них произвольные танцы на полминуты меньше. У них совсем другие правила. Стариков пустили бы. Ну только если с первого канала людей позвать, которые только что закончили. Но у них своя программа. У них каждый день шоу по стране, где их ждут миллионы зрителей. Ничего, в этих девяти процент очень высокий. Потому что в этих девяти и десятая осталась дома, потому что лечится. И мы желаем нашей ведущей паре здоровья. Исполнение всех их желаний, их тренеров, да, то из десяти две пары, которые могут претендовать на высшие награды чемпионатов Европы, мира и любых соревнований проводить на этой планете. И считаю, что тут процент хорошего. Очень высокий. Напряжение какое высокое из-за этого. Да. Зато третье место свободное. Может разыгрываться. У нас, кстати, есть сюжет про Максима Шабалина, который мы покажем сразу по окончании обязательного танца. Как Боброва с Соловьевым через несколько минут откатается. Посмотрите, что там происходит сейчас в Одинцово. Ольга Гмызина и Иван Лобанов получают 14 баллов и 23 сотых за технику, за шаги, элементы и 11,51 за компоненты. Итого 25,74. Они на шестом месте. Ну и девятая пара по списку Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев.